Здравствуйте! В эфире город С. Какие меры взыскания налоговой задолженности применяются к неплательщикам, где расположены и как действуют мобильные приемные налоговые службы? Об этом говорим сегодня. В нашей студии начальник отдела урегулирования задолженности УФНС России по Самарской области Татьяна Попохина. Здравствуйте, Татьяна Анатольевна. Добрый день. Ну, с момента единого срока оплаты налогов с 1 декабря прошло уже больше двух месяцев. Думаю, что есть должники. Какие меры вы предпринимаете и сколько требований уже направлено в регионе? Да, к сожалению, не все граждане добросовестно исполняют свою обязанность по уплате налогов, которые, я напомню, установлены Конституцией Российской Федерации. То есть это конституционный долг каждого гражданина нашей страны. И на сегодняшний день мы уже направили определенное количество требований. А первая часть требований была нами направлена в декабре. Это 170 тысяч. И буквально на этой неделе будет выгружено еще 260 тысяч требований. То есть это как раз документы о неуплаченной сумме долга, которые направляются гражданам-неплательщикам налогов. Как очередное напоминание. И там эта сумма указана. Да, в требовании мы указываем сумму долга по налогу, указываем сумму пени, потому что пени начали начисляться с 1 декабря. И в обязательном порядке устанавливаем в требовании срок его исполнения. То есть всю информацию гражданин получит. А сколько, если говорить о хорошем, сколько уже взыскано задолженности в бюджет вот за этот такой период? Ну, на сегодняшний день я могу подвести итог к 2016 году, то есть результат работы налоговых органов за 2016 год. По требованиям об уплате налога мы взыскали более миллиарда рублей. И через судебных приставов взыскано порядка 200 миллионов. То есть хочу отметить, что все-таки налогоплательщики не дожидаются, когда мы передадим долг на взыскание судебным приставов. И получив требование, большая часть исполняет свою обязанность по уплате налога вот именно после получения требования. А почему это так важно? Почему нужно, получил требование, не ждать следующего уведомления, а сразу оплатить? Что, еще что-то прибавляется? Пень или что там? Да, если требование не будет погашено, задолженность по требованию в установленной в требовании срок, мы приступаем к процедуре взыскания через суд. Получив судебный документ, судебное решение, это судебный приказ или исполнительный лист, мы его направляем судебным приставом-исполнителем. И вот здесь уже из должника могут быть взысканы дополнительные денежные суммы. Это исполнительный сбор, который взыскивает судебный пристав. Как правило, он составляет 7% от суммы долга, но если он менее 1000 рублей, то сумма 1000 рублей. То есть исполнительный сбор не может быть менее 1000 рублей. Поэтому если мы взыскиваем 1000 рублей по налогам и одновременно 1000 рублей исполнительского сбора, согласитесь, это будет достаточно неприятно. То есть сумма удваивается. Ну и плюс ко всему, передав на взыскание судебным приставам, у судебных приставов уже достаточно широкие полномочия, чтобы обеспечить взыскание с должника. Взыскание может быть обращено и на заработную плату, которую выплачивает работодатель. Также исполнительный лист может быть предъявлен в органы пенсионного фонда, и тогда будет проходить удержание с пенсии. Это 50% ежемесячного дохода. Ну и кроме того, еще ряд мер, которые может принять судебный пристав, не совсем приятные для должника. Да. Ну начинать нужно с элементарного. Нужно знать адрес своей инспекции. Если есть вопросы, даже при получении требований обратиться, записаться на прием, у нас есть ролик Федеральной налоговой службы. Давайте его посмотрим. Да такая элементарная информация, а потом продолжим. Хотите узнать, где находится ваша налоговая инспекция? Эта и другая полезная информация имеется на сайте налог.ру. Пройдите по ссылке «Контакты и обращения. Адреса инспекций». Здесь вы найдете информацию о налоговых инспекциях вашего региона. Адреса, местоположения, контакты. Сможете записаться на прием, обратиться с вопросом или предложением. Если вы не знаете, в какой именно инспекции обслуживаетесь, то можете воспользоваться сервисом «Узнать информацию об инспекции по адресу вашей прописки». Сервис позволяет либо ввести код инспекции, либо найти ее по адресу. Оставляйте код инспекции пустым и нажимайте кнопку «Далее». Выберите свой регион, например, Калужская область. Теперь выберите район, например, Жуковский. И, наконец, выберите свой город. Если вы живете в городе федерального значения, Санкт-Петербурге или Москве, например, на улице строителей, выберите в качестве региона свой город. Пропустите район, город, населенный пункт и начните вводить название улицы. Система поможет найти ее. На следующей странице вы увидите всю необходимую информацию об инспекции, платежные реквизиты, сведения об органах государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Если вы хотите посетить инспекцию в удобное время, запишитесь на сайте. Ознакомьтесь с подробной информацией и заполните контактную информацию о себе, выберите регион и инспекцию и вид услуги, укажите дату и время. Вы можете записаться на свободное время в течение двух недель, начиная со следующего дня. Затем подтвердите свою заявку. Вы получите письмо с подробной инструкцией по электронной почте. Когда вы придете в инспекцию, введите код в терминал системы управления очередью или обратитесь к администратору зала. Мы ждем вас. Вы сказали, что работодатель может из зарплаты отчислять вот эти задолженности по налогам. А в каком случае, когда он начинает эту процедуру и до какой степени предупрежден уже должник? Потому что это тоже, наверное, больно ударит, если будет из зарплаты начитаться. Должник в любом случае предупреждается о возбуждении в отношении его исполнительного производства. Такие документы направляются судебным приставам исполнителям. А также предупреждается нами на этапах процедуры принудительного взыскания. Ну и в первую очередь должник должен понимать, получив требование, что в отношении него может быть начата процедура принудительного взыскания. Об этом мы также говорим в требовании. Поэтому так важно, получив какую-то заказную корреспонденцию из налоговых органов, обязательно сходить на почту, то есть извещение о поступлении заказной корреспонденции, сходить на почту и получить это письмо из налоговой. А если должник подключен к личному кабинету через интернет-сайт налоговой службы, конечно, знакомится с той информацией, которая выгружается в личный кабинет. Потому что в случае подключения мы требования выгружаем в личный кабинет. И тут уже должно быть понимание, что деньги начнут взыскиваться. Работодатель удерживает из заработной платы после того, как получает исполнительный документ. Это либо судебный приказ, либо исполнительный лист. Если сумма менее 25 тысяч рублей, сумма долга, то такой документ работодателю направляет налоговая инспекция. Если больше, то он поступает от судебного пристава. И вот тогда начинает производиться удержание заработной платы. Вот сейчас такое время, что даже не все работодатели платят зарплату. Ну, вот есть такая объективная реальность. Что происходит в таком случае, если должник и зарплату тоже не получает? Как вы будете действовать, чтобы взыскать налоги? В этом случае мы, во-первых, можем взыскать денежные средства с банковских счетов должника, с банковских карт. Если счет открыт с открытием банковской карты. Кроме того, если денежных средств у должника нет, взыскание обращается на иное имущество, принадлежащее должнику. То есть это может быть и автомобиль, или какое-то иное имущество. Да, поэтому рассчитывать на то, что если нет зарплаты, платить не буду, не стоит. Не стоит. Потому что долги будут взысканы в любом случае. Скажите, пожалуйста, возникают когда вопросы, особенно где-то в регионе, в отдалении, не всегда доедешь до центральной налоговой, даже в районе не всегда есть возможность. Я знаю, что был запущен проект «Мобильные приемные на местах». Вот что это за проект? Где можно к нему приобщиться и воспользоваться такими услугами? Совершенно верно. В этом году у нас стартовал проект «Мобильный налоговый офис». Сотрудники налоговых инспекций на автомобилях, которые обозначены соответствующей символикой, позволяющей опознать, что это автомобиль именно налоговой службы, выезжают как в отдаленные районы, так и в густонаселенные микрорайоны новые. Вот, например, 28 января состоялся выезд в поселок Волгарь. И уже специалисты налоговой инспекции непосредственно рассказывают гражданам о том, что такое налоги, когда и как их надо платить, какие могут быть льготы предоставлены, какие социальные или имущественные налоговые вычеты. То есть готовы подробно все разъяснить гражданам. Ну и, конечно, подключить граждан, собрать заявление о подключении граждан к сервису «Личный кабинет налогоплательщика физического лица». Вот самый главный вопрос – через «Личный кабинет». Вы все время, постоянно, вы и ваши коллеги говорите о плюсах вот этого сервиса. Можно оплатить налог через «Личный кабинет» или нет? Да, конечно, можно оплатить налог. Это большой плюс, да. Через «Личный кабинет» можно, во-первых, узнать об имеющейся задолженности, можно понять, откуда эта задолженность образовалась, поскольку налогоплательщик видит и сумму начисленных налогов, и ту сумму налогов, которую он уплатил ранее. И, конечно же, оплатить налоги. То есть оплата проводится через банки-партнеры, через электронный сервис, и оплата проводится без комиссии, что также очень удобно, и не выходя из дома. Да, да, и важно. Вы сказали уже, что в Волгаре действовала такая приемная. Предлагаю посмотреть сюжет. Наши корреспонденты снимали об этом сюжет. Посмотрим и продолжим. Налоговая инспекция с доставкой по месту жительства. В Самаре начал работать мобильный налоговый офис. Инициативу поддержала городская администрация. И вот по субботам с 11 до 2 три микроавтобуса с символикой Федеральной налоговой службы выходят в рейс. В эти выходные выездная налоговая приемная работала в микрорайоне Волгарь Кубышевского района Самары. Меня интересовал вопрос о получении логина и пароля в личный кабинет. Очень удобно, мое впечатление, потому что я недавно родила, и мне как бы нет возможности выезжать сейчас куда-то в налоговую службу в рабочие дни. И вот такой выезд, я живу в соседнем доме, очень удобно. Я вышла, просто ребенка оставила в выходной, папа, и быстро решила свой вопрос. Первый опыт работы мобильного офиса показал, что от посетителей нет отбоя. У многих жителей просто не хватает времени, чтобы доехать в налоговую инспекцию. А здесь можно получить ответы на все вопросы. По имущественным налогам, льготам, налоговым вычетам, подключению личного кабинета. Первыми в маршрутную карту включены самарские новостройки. Дальше проект должен охватить все районы, вплоть до самых отдаленных уголков Самарской области. Мобильный офис должен повысить и собираемость имущественных налогов, а потому выезды будут продолжаться весь год, по два раза в месяц. А если посетителей будет много, они перейдут в еженедельный режим работы. Причем в планах выезды и на крупные предприятия по заявкам работодателей, чтобы люди могли воспользоваться услугой без отрыва от производства. Опять хочу вернуться к теме взыскания долгов с зарплаты, из карточек. Вот когда такая процедура включена, может должник выезжать за границу? Или тут какие-то еще меры к нему принимаются, кроме того, что с него взыскивают с карты? Да. До момента погашения долга, в период нахождения взыскания долга в исполнительном производстве, судебный пристав исполнитель вправе вынести постановление об ограничении выезда за пределы Российской Федерации, постановление о запрете совершения рек действий с принадлежащим должнику имуществом. То есть эти процедуры действуют до момента погашения долга и, как следствие, отмены судебным приставом всех постановлений, вынесенных в отношении взыскания. То есть если человек захочет купить машину, допустим, или недвижимость приобрести, получается тут ему какие-то рамки будут? Продать машину. А, продать. Продать, да. Не купить, а продать. Или продать принадлежащее недвижимое имущество. И в случае, если судебным приставом вынесено постановление об ограничении рек действий, конечно, гражданин до погашения долга и снятия ограничений не сможет произвести никаких рек действий с принадлежащим ему имуществом. Но в жизни бывают разные ситуации. Нужно срочно там продать что-то. Как сделать так, чтобы быстро погасить задолженность? Или возьмем случай в аэропорту. Вот он невыездной приехал, у него путевка, его не выпускают. Как сделать это быстро и с минимумом потерь? Ну, в аэропорту, я думаю, не получится сделать это быстро. Потому что, оплачивая задолженность в аэропорту, одномоментно должник не получит постановление судебного пристава о снятии запрета на выезд за пределы России. Поэтому, если человек планирует все-таки какую-то заграничную поездку, отдых, либо командировку, необходимо заблаговременно ознакомиться, есть ли задолженность, взыскивается ли она судебным приставом, и все-таки погасить все свои долги, а не дожидаясь неприятных последствий неуплаты налогов в аэропорту. Поскольку прохождение денег имеет свои временные затраты, и, соответственно, на вынесение документа и доведение его до соответствующих органов, которые проводят мероприятия уже при выезде за пределы России, тоже нужны временные затраты. И для того, чтобы приобрести недвижимость, а продать недвижимость, тоже, когда приостановлено, тоже там какие-то сроки? Да, конечно, нужно оплатить задолженность, получить постановление судебного пристава о снятии запрета на рекдействие. Судебный пристав направляет в регистрирующие органы это постановление, и тогда, конечно, уже совершать продажу принадлежащего имущества. То есть все нужно, конечно, делать заблаговременно, а лучше все-таки налоги платить вовремя в тот срок, который установлен законом, а не вспоминать о них в тот момент, когда вы собираетесь выезжать или в тот момент, когда вы собираетесь продавать имущество. А что такое принудительное взыскание налогов, если можно поподробнее, какие меры принимаются должнику и чего бояться, собственно, должнику? Ну, принудительное взыскание, как раз его черед наступает после направления требования, это как раз процедура обращения в суд, процедура получения судебного решения, которое затем направляется судебным приставом, либо нами самостоятельно предъявляется к работодателю в зависимости от суммы, как я уже говорила. И вот все меры принудительного исполнения, как то взыскание денег с должника судебным приставом, обращение взыскания на принадлежащее ему имущество, все обеспечительные меры, которые принимаются, как то запрет выезда, запрет рекдействий, все это в совокупности составляет процедуру принудительного исполнения обязанности по уплате налогов. Ну, очень важно понимать, зачем нужно платить налоги, куда идут эти деньги. Мне кажется, это тоже важная сторона вот этого процесса. Согласно реформе местного самоуправления сейчас налоги поступают и в районы, 9 районов городского округа. Скажите, пожалуйста, есть какой-то договор между администрацией и налоговой службой, чтобы предупредить неуплату, взыскивать налоги, направлять в районы бюджета? Как вы взаимодействуете? Да, мы взаимодействуем с органами власти муниципалитета, субъекта, поскольку именно имущественные налоги у нас поступают непосредственно в бюджет субъекта, в бюджет муниципалитета. Если говорить о транспортном налоге, то он наполняет региональный бюджет. Если говорить о налоге на имущество и земельном налоге, то они поступают на места как раз в бюджеты районов непосредственно, где и проживают наши налогоплательщики. И, конечно же, администрации районные напрямую заинтересованы в наполнении бюджетов. Поэтому у нас созданы межведомственные комиссии, на которые мы приглашаем должников. В участии этих комиссий у нас и судебные приставы принимают участие в работе комиссии, и представители правоохранительных органов, органов прокуратуры. То есть достаточно такая серьезная работа ведется, и многие должники, побывав на таких комиссиях, начинают уплачивать налоги, понимают всю важность и всю неотвратимость, так сказать, последствий за неуплату налогов. Поэтому вот такая работа ведется, ведется достаточно интенсивно. Кроме того, вы сотрудничаете с судебными приставами. Как выстроена эта работа? Да, конечно, с судебными приставами у нас непосредственно прямое, очень серьезное взаимодействие, поскольку именно им мы направляем те документы, которые получаем из судебных органов для взыскания с граждан налогов. Во-первых, конечно же, все это регламентировано законодательством, как налоговый кодекс, закон об исполнительном производстве. Ну и в рамках действующего законодательства имеет место совместное соглашение, которое заключено как на федеральном уровне, так и на региональном уровне. В рамках этого соглашения мы передаем судебным приставам всю имеющуюся о должнике информацию. Это и место его работы, и сведения о назначении пенсии, если она назначена до достижения пенсионного возраста. Также все сведения о принадлежащем должнику имуществе, на которое мы начисляем налоги, сведения о счетах в банках. Поэтому мы заинтересованы, чтобы налог был взыскан как можно быстрее, и поэтому передаем эту информацию судебным приставам. А вы можете привести примеры, когда взыскиваются долги за налоги, и к чему это приводит? Вот мне хочется, чтобы люди поняли, что это делать, конечно, лучше, быстрее, сразу при получении информации о том, сколько и когда нужно заплатить. Вот что происходит с должниками, чтобы мы представляли все риски? Ну, все риски... Вот есть практики, что теряют люди, когда они платят? Все риски, это риски, во-первых, это финансовые потери, да, то есть приходится уплачивать пенни, которые начинают начисляться со срока уплаты налога и падения, со срока уплаты, который установлен законом, и по день фактической уплаты налога начисляются пенни. Исполнительский сбор, который взыскивается судебным приставом, то есть это тоже дополнительная финансовая нагрузка. Также есть риски не выезда в отпуск, либо в командировку заграничную за пределы Российской Федерации, то есть, соответственно, тоже финансовые потери, если уже оплачена путевка или какие-то билеты на самолет. Ну и также риски, вот как мы уже с вами разговаривали, это в плане ограничения действий с принадлежащим должнику имуществом. Риски, как бы, когда у тебя забирают деньги с заработной платы, я думаю, это тоже когда... А это вот информация конфиденциальная или нет? Работодатель, да, может распространять эту информацию, что удерживаются налоги от зарплаты. Это же тоже какой-то вот статус урон, да, если человек работает... С момента, когда задолженность подтверждена судебным решением, она уже утрачивает статус налоговой тайны. И вообще могу сказать, что с этого года, с прошлого года, с 2016-го, в законодательство внесены изменения, что задолженность, она утратила статус налоговой тайны. А когда с момента судебного решения, поскольку в судебном решении уже озвучиваются и персональные данные должника, поэтому мы и направляем исполнительный лист работодателю, который содержит все сведения о должнике. Да, вот еще какое нововведение. А что нового еще появилось, начиная с этого года? Что важно, какую-то информацию налогоплательщикам знать? Ну, могу сказать еще такую важную, наверное, информацию для налогоплательщиков, что они обязаны сообщать в налоговую инспекцию сведения об открытых банковских счетах за пределами Российской Федерации, то есть в иностранных государствах. Значит, такая информация сообщается в течение одного месяца с момента открытия либо закрытия счета, и ежегодно до 1 июня необходимо представлять информацию о движении денежных средств по этим банковским счетам, которые открыты за границей. Налоговая инспекция также будет узнавать эту информацию, поскольку заключено соответствующее международное соглашение, и если граждане самостоятельно ее не представили, то в отношении них применяются штрафные санкции. А для чего это нужно? Почему налоговая должна знать о счетах за рубежом? Ну, это в первую очередь нужно для осуществления всего спектра полномочий и обязанностей, которыми наделена налоговая инспекция, как то правильность исчисления и уплаты налогов и так далее. Просто есть такие случаи, когда открываешь счет российского банка в другой близлежащей стране, вот в данном случае что будет? А в данном случае сообщать не нужно. В данном случае, да, российский банк, он сам нам сообщает сведения, все российские банки. Вот, вот это важно, потому что если с каждым ходить. В адрес нашей телекомпании постоянно поступают звонки от телезрителей, и в адрес налоговой службы в том числе. Сейчас я вам эти вопросы адресую. Пенсионер. Я пенсионер с прошлого года. Как воспользоваться своим правом на налоговую льготу? Ну, в первую очередь хочу сказать, что налоговые льготы носят заявительный характер. Это прописано в законе. Поэтому любой гражданин, претендующий на получение льготы по налогам, обязан обратиться в налоговую инспекцию по месту жительства. И желательно это сделать тот, кто еще не обращался в налоговую, или тот, кто только что вновь становится получателем льготы, желательно сделать это до 1 апреля текущего года. Потому что после этой даты у нас начнется процедура начисления имущественных налогов, и чтобы они были рассчитаны верно, до 1 апреля обратиться в налоговую инспекцию, и тогда уже налогоплательщик получит налоговое уведомление с учетом всех имеющихся льгот. Так, год назад сменил адрес прописки. Штрафы и налоги до сих пор приходят по старому адресу. Что мне сделать, чтобы изменить адрес для получения корреспонденции? Для уточнения данных о месте регистрации необходимо обратиться в налоговую инспекцию по месту жительства, при себе иметь документ, удостоверяющий личность, паспорт. И тогда, соответственно, все данные будут изменены. Также это можно сделать через личный кабинет налогоплательщика, через интернет-сервис. И вот как раз в тему, в следующий вопрос, как подключиться в личный кабинет, что нужно, чтобы получить пароль для сына, которому 11 лет. Это вообще актуально человеку, которому гражданину молодому, такому юному? Да, это актуально, поскольку гражданин в 11 лет может являться собственником какого-либо недвижимого имущества, и ему также будут начисляться налоги. А вот для того, чтобы подключить его к личному кабинету, с таким заявлением должен обратиться либо родитель, либо опекун, либо усыновитель. Значит, он обращается в налоговую инспекцию, и при себе имеет документ, подтверждающий родство с гражданином, не достигшим совершеннолетия. То есть это либо свидетельство о рождении, либо документ об опекунстве, какой-то иной документ. Пишет заявление и также подключает своего несовершеннолетнего налогоплательщика к личному кабинету. А есть такие случаи уже? Да, конечно. Да, поэтому и вопрос, я так понимаю, поступает. Конечно, востребовано. В какую инспекцию обратиться, чтобы открыть личный кабинет? У меня квартира в промышленном районе, зарегистрирована в Кировском. И открыть личный кабинет замужа я смогу, или ему нужно лично прийти самому? Ну, здесь два вопроса. Первый вопрос – в какую инспекцию обратиться, чтобы открыть личный кабинет? Обратиться можно в любую инспекцию, куда удобно. То есть, какой вы ближе проживаете, какая ближе к вам расположена, туда можно и обратиться. То есть, при себе необходимо иметь паспорт и свидетельство об ННН. И любая налоговая инспекция проведет все мероприятия по подключению к личному кабинету. А вот что касается супруга, то нет. Здесь, к сожалению, да, за кого-то это сделать нельзя. То есть, супругу необходимо лично также прийти в любую налоговую инспекцию, в которую ему территориально будет удобнее. И вот здесь я хочу сказать о режиме работы наших налоговых инспекций. Для удобства налогоплательщиков каждый вторник и четверг налоговые инспекции работают по продленному режиму до 8 часов вечера. А каждую вторую и четвертую субботу месяца, субботу, работают с 10 до 15 часов. То есть, я думаю, это достаточно удобный график работы, чтобы каждый гражданин мог прийти в удобное для него время. Да. И пришло требование об оплате долга. В какой срок это нужно сделать? И можно ли это сделать на сайте налоговой службы? Если налогоплательщик получил наше требование об уплате долга, то к требованию в обязательном порядке прикладывается платежное извещение. По этому платежному извещению можно заплатить документ в любом отделении любого банка. Можно заплатить через банковский терминал. На каждом платежном извещении проставлен индекс документа. Когда вводится этот индекс, уже высвечиваются все дальнейшие необходимые реквизиты, если оплачивается через терминал. Ну и, конечно, можно оплатить через наши интернет-сервисы. То есть и через личный кабинет налогоплательщика, и через сервис заплати налоги. То есть, возможности по уплате налогов не ограничены. Да, нужно только иметь информацию и делать это. А как узнать и оплатить свою задолженность, мы узнаем из небольшого ролика. И дальше завершим разговор. Субтитры создавал DimaTorzok о всех ваших задолженностях и пенях по ним. Здесь же вы можете их оплатить. Отметьте, какие задолженности вы хотите оплатить, и выберите удобный для вас способ оплаты. Для оплаты наличными, например, через Беркассу на портале, можно сформировать платежные документы. Можно также оплатить безналичным переводом через банк. Портал Федеральной налоговой службы помогает решить все проблемы быстро и удобно. И последний вопрос, если можно коротко. Существуют ли сроки давности для оплаты налогов? Вот они спишутся через какой-то срок. Нет. Законодательство Российской Федерации не устанавливает сроков давности по уплате налогов. То есть, по сути, долг будет числиться за должником бесконечно, если это можно так сказать. И многие ошибочно полагают, что прошло три года, и спешите с меня долги. Это общий срок исковой давности, который понимают все граждане. Но это не так. Спасибо большое за то, что пришли. Поделились важной и полезной информацией. Спасибо вам за внимание. Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин